Все-таки судебная реформа стала топ-темой этой недели. Если политикам удастся справиться с сотнями страниц законопроектов и тысячами поправок, то еще одну проблему, похоже, пока решать вовсе некому. А проблема эта в контексте судебной реформы главная. Сама система на сегодняшний день фактически недееспособна. Судей не хватает. Есть целые районы на территории Украины, где нет ни одного действующего судьи. Только представьте, люди там не могут ни развестись, ни оформить наследство. Да и в центральных судах, например, в Печерском столице, на сотни важнейших дел не наберется и десятка людей в мантиях. Безлюдные кабинеты правосудия видела моя коллега Инна Томина. Рецентр Путила один из самых крупных в Черновицкой области. Население 25 тысяч жителей. Все дела местные решают именно здесь. Район горный, села расположены далеко друг от друга. Чтобы добраться до Путила, часто уходят полдня. Поэтому люди приезжают сюда только по самым важным делам. Например, решить судебную тяжбу. Раньше все споры рассматривали именно в этом здании. Тут зараз ничего не працюет. Наверное, припало порохами наше техническое обладнение. Оборудование пылится уже полгода. А вместе с ним и кипа документов. Все потому, что судить просто некому. Еще в прошлом году двое судей ушли на пенсию. У третьего в конце апреля истек срок полномочий. Судов нет. Суд, может стать, справа не рассматривает. Но это не означает, что суд не функционирует совсем. Мы справа принимаем. Сделаем их распредел. Потом складываем доведки, что не можем их дальше рассматривать. Но криминальные справы и справа административных правопорушений за нашими поданиями мы направляем в апелляционный суд Ченевецкой области. Но вот с гражданскими делами совсем другая история. Они просто накапливаются. Люди не могут сделать элементарного. Оформить наследство, развестись или получить страховку. Без подписи судей не выдают даже копии старых вердиктов. Вот есть такое, что сталося ДТП, человек поразбивал машины. И вот нужно срочно, чтобы рассмотреть справы, чтобы вырешить, кто виноват, кто не виноват. Получается, Путила – городок, где не работает закон. И этот случай отнюдь не единичный. В стране не имеют полноценного доступа к правосудию жители девяти районов. Там или одновременно уволились все судьи, или же у них истек срок полномочий. У тех же служителей Фемида, что остались на местах, нагрузка увеличилась втрое. У одного судьи может быть более тысячи дел в год. Складывается таким образом ситуация, что судебные дела, которые рассматривают судьи, они физически не успевают рассматривать в те сроки, которые предусмотрены процессуальными законами. Непунктуальность украинской Фемиды для простых украинцев – это вопрос и времени, и денег. Адвокат Виталий Жадобин вот уже два года добивается решения в земельном деле. Суд Киевской области все никак не решит спор между двумя фермерами и прокуратурой. Они находятся в состоянии неопределенности. Они не знают, как дальше планировать свой бизнес. Судейский корпус в Украине резко сократился в прошлом году. Тогда уволились почти две тысячи сотрудников. Причины разные. Одни устали, других устроили пожизненные льготы и гарантии при отставке по собственному желанию. Третьи испугались переаттестации. Катастрофическая нехватка судей, неэффективность и тотальное взяточничество в судах – об этом говорят и в Украине, и в Европе. Пока с помощью люстрации коррупции в судах победить не удалось. Взятки брать продолжают. А честные идти работать за копейки попросту не хотят. Судебная система остро нуждается в реформе. Но пока проект судебной реформы застрял в парламенте. И на его пути 4 тысячи поправок. А вот конкурс Верховный суд хоть и медленно, но идет. За отбором 120 кандидатов на пожизненные мантии внимательно наблюдают активисты. Ведь место уж больно хлебное. Зарплата более 100 тысяч гривен. Что касается судов на местах, то такой конкурс еще не стартовал. Комиссия только отбирает кандидатов. А желающих немало. Но пока только одного их желания изменить систему мало. Судебной реформе мешает отсутствие политической воли. А без этого судебные коридоры и дальше будут лабиринтами коррупции. Или же пустыми кабинетами, в которых пылятся сотни нерешенных дел. Инна Томина, Ольга Поломарюк, Игорь Рига и Юрий Романюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Обсудим эту тему с Владимиром Пилипенко. Человеком, который может оценить проблемы в судебной системе сразу с двух точек зрения. С юридической, с политической. Правильно, Владимир? Надеюсь. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Вы можете оценить, сколько всего судей на сегодняшний день не хватает в Украине? Вы знаете, я отчего начну. Тут передо мной были два депутата, которые сварились вокруг этого закону по судовой реформе и звинувачивали, что кто-то затягивает этот процесс. А вы знаете, что это первый законопроект, который эта влада решила рассмотреть по регламенту за три года. То есть, влада решила пройти процедуру по закону. Я хочу сказать, они настолько отвыкли это делать, что сразу заутонули в этой работе, судя по всему. Влада разивчилась, а она не умеет жить по закону. От людей она требует, чтобы они жили по закону, а сама разивчилась. Почему я с этого начал? Потому что, сгадаемо, что это уже четвертый законопроект. Я напомню, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Возможно, украинцев бы повеселила эта ситуация о том, как депутаты разучились работать, если бы накануне стояли пенсии миллионов и миллионов пенсионеров. Понимаете? Вони и по судовой реформе уже веселые. Вони приходят в суды, а там замки висят на судах. Так вот, сколько замков в Украине? Вернемся на судах. Уже, майже, уже фактически 13 судов. 13 судов есть закрытыми. Банально висит замок на суде. И это не Верховный суд, где зарплати 200 тысяч мают быть и мягкие кресла. Ні. Это районные суды. И туда люди не идут с большими справами. Хорошо. Куда пропали эти суды? Куда они пропали? Их не стало. А почему их не стало в результате судовой реформы? Я вам просто поясню, почему я сгадывал про этот законопроект. Потому что попередних три, про справедливый суд, изменения до Конституции и законопроект про судоустрий, они были ухвалены на ура. Они были ухвалены без жодної поправки, без анализу. И это все привело до того, что мы теперь имеем 13 судов закрытых. В 15-м году было еще 5, потом 10, теперь 13. И кадровый голод больше 50%. У нас не заполнены суды. У нас все есть, только судов нет. У нас еще вы не вспомнили о тех судах, где судей попросту не хватает, и где вместо 6 работает, например, один. Здесь просто такой практичный вопрос. Что делать людям, которые столкнулись на личном опыте с этим судебным дефицитом? Для тех, у кого... Тем, для кого быстрое судебное решение необходимо жизненно важно. Куда им идти? Где искать правду? Давайте запитаем, кто ответственный у нас за то, чтобы судья в конце концов приехал до суду и совершил правосудие. Есть органы, высшая коливая комиссия, есть орган, высшая рада правосудия. Так? И мы знаем, что сотни судей уже по новых законах, по реформаторских, уже призначены. Но есть человек, которая как будто усунула себя от призначения судей на посаду, но не подписывает указы о призначении судей, не выполняет церемоническую функцию. Я могу сказать главу державы. Вот вы рассказали, украинцы знают, кто виноват. Что им делать? Жителям райцентра, которым вы только что вспомнили. Ехать-то куда? Смотрите, дело в том, что в данном случае, если есть судовая справа и есть проблема, людина должна ехать. Она будет ехать, потому что ей нужно поделить майно, ей нужно вывезти детей за кордон. Она будет ехать за 100 км до другого суду. Она будет ходить туда. Понятно. Но ваш прогноз, судебная реформа, в которой сейчас тонут и тонут от которой депутаты, она решит эту проблему или нет? Она эту проблему не может решить, потому что мы говорим про створение Верховного суду. Но кто будет с хату, с даху, начинает будивать с фундаментом, забезпечьте районные суды судьями, тогда люди будут мать, куда идти? И тогда они будут поважать суд. Если честно, то какой-то такой пессимистический прогноз, и кажется, что все это может растянуться на десятилетия. Спасибо, Владимир Пилипенко отвечал на мои вопросы. Спасибо.